Друзья, мы с Маргаритой вас приветствуем на канале Хутор Стукановки, Краснодарский край. У стукановцев завтрак. Желаю каждому из вас минимум такой завтрак, чтобы это был самый минимальный завтрак в вашей жизни. Вот у нас свекла вареная, яйца, сыр, салатик, который каждый из нас точит со своей стороны. Да, друзья, мы едим с одной общей тарелки. Это говорит о крепости нашей семьи. И каша рисовая. Ну, там кофеек, маслица, туда-сюда. Конечно, у нас не каждый день салатики-малатики, но мы в этом направлении работаем, стараемся. Что сегодня будем делать? Возможно, пару бролеров надо будет в морозилку убрать, если позволит погода. Потому что дождь сегодня целый день нас сопровождает, но пока его нет. Позавтракаем, чуть-чуть погуляем с козами и за работу. Ну, пока дождя нет, мы снова пойдем погуляем. Чего у тебя вся башка в сене? Герда. Герда. Шерсть у нее такая мягкая, знаешь. Вот у Дашки, у нее, они же больше нубийки. А та, она все-таки, ну, бийка, но с альпийкой. Процентом соотношения там, не знаю, 75, наверное. Дашка. Ну, бийка. Ну, а у Мартина вообще там у него прям густая шерсть. Не знаю, гуще, чем у Альмы. Ему можно вообще, наверное, на улице спать. Дашка, все, пойдем. Дашка, куда ты собралась? Иди гуляй. Иди гуляй. Дашка, пойдем. Видишь, рожданка уже дербанит на наш забор. Сейчас шифер проломит чертовые бабушки. Самая, так сказать, нескромная коза. Где надо, где хочет, там и лазит. О, они тут, когда я их оставил, залезли на стол, хотели через забор перепрыгнуть. Стояли, орали, короче. Как ни погнули тут, не знаю. Ну, все, пойдем, красавица. Пойдем гулять. Все, пошли. Пойдем гулять. Пойдем гулять. Сейчас соберем дровишек и пойдем погреем нашу хату. У нас любитель Маргарита разжигать печь. Она этим занимается. Да, наверное, пока хватит. Хватит, да. Ну, сейчас какие-нибудь потоньше возьму. На улице не холодно. На улице, да. Сильно топить не буду. Экономика должна быть экономной. Чего просто так топить, а потом вечером открывать окна и двери. Потому что нечем дышать. Так потихонечку топим, чтобы печь все время была теплая. Сегодня будет курочка с хрустящей корочкой на ужин. Вот, Маргариту уже опаливает. Ну и вторую заодно, за кучей в морозилку. Что там, нет у нас брезгливых зрителей? Нет. Никому там ничего не противно. Мне даже очень приятно. Я уже предвкушаю ужин. Местная братва. Один съедит, вылизывает другого. И под крышей себя тоже. Под крышей, конечно. Кто будет мокнуть? Это какие-то дальние родственники вискоса. Сто пудов. Едем. У нас уже следующий день. И мы едем в станицу. За кормом. У нас, у кошаков, закончился сухой корм. Сейчас едем, купим. Поедем домой. Погода мрак, конечно. Льет, все льет. Сыро, холодно, грязно. Ну не то, чтобы льет, прямо как-то серо, пасмурно. Ну он то льет, то не льет, да. Ну и сыро, да. Грязь, конечно, не просыхает. Ну и солнышка нет уж сколько. Дня три, наверное. Да. Ну а когда завтра, по-моему, начнется солнце, и по ночам мороз начнется. Все уже. Да. Ну вот у нас Маргарита. Компотиком занялась. Из Айвы. Очень много червивой. Но они у нас сколько? День, сутки пролежали. Наверное, червей больше поели, чем в тот день, когда мы их купили. Правильно? Не знаю, но отхода много. Ничего страшного. Да. Будет вкусно и полезно. Витаминчики. Кстати, варенье из Айвы мне не понравилось. Да, мне тоже. Оно как из яблок. Не такое оно ароматное. Компот вкуснее. Да, и жесткое. Вот такие. Ну да. Сами ягоды. Ну и может, если что-то сюда добавлять еще. Не знаю. Мне компот больше нравится. Да, и нам же тут, когда мы майонез показали, нам столько комментариев написали. Ребята, делайте майонез сами. И накидали рецептов. Друзья, ну мы же показывали, что мы делали майонез. Потом, что еще? Хлеб. Зачем покупаете, пеките? Ну, невозможно все делать. У нас есть на канале, как мы делали хлеб. И не один раз мы это снимали. То ли у Маргариты на канале, то ли на нашем канале. Нет, подожди. Если самому делать хлеб, самому делать майонез, там, ну, времени никакого не кладут. Да. Тогда, значит, с козами не погуляем. Или еще что-то не сделаем. Когда есть время, делаем, конечно. Что-то можно и купить. Ну, иногда хочется майонез именно химический, правильно? Да. Ну, и опять же, на майонез уходит очень много растительного масла. Очень много. И хранится он мало. Да. А этот все-таки, пусть с консервантами, но положил в холодильник, достал, когда надо. Иногда можно. Иногда можно. Но все равно спасибо за советы. Опачки. Предобеденный перекус. Маргарита, оказывается, тут не только сделала компот, но и салатик, что это? Оливье. Без горошка. Да. Деревенский салат по-стукановски. Вот мы еще сладенькое купили по дороге. Маргарита тоже в последнее время портела на сладкое. Наверное, больше меня точно сладкого. В общем, а я пока занимаюсь дверью на нашу веранду. Ну, как не веранду, на вес. Купили эти трубы квадратные, 40 на 40. Сейчас пока обрезаю. Выставил стойки. Прикрутил их, зазоры там все. И начал. Нижнюю положил. А у нас окажутся местные воньки. Ну, не все тут такие, но нам попались именно такие. Нам сварили кривой навес. Получается, что сверху ровно идут стойки. А эта стойка вот так что ли ушла. И у меня получится дверь перемычкой не так, а вот так немножко. А верхняя ровно. То есть дверь получится кривая, с перекосом. Как это будет в открытом состоянии, я не знаю. И как это отразится на петлях. Ну, посмотрим. В общем, сварю по стойкам. То есть будет кривая дверь. А если варить ее ровно, тогда она будет упираться, ну, не доходить до стойки. И придется варить вот так. Ну, сейчас, короче, поедим. Пойду покажу вам, что там вообще у меня получается и как. Сделаем дверь, будет намного теплее. Вот наша будущая дверь. И вот стойки, о которых я говорил. Вот это и вот это. И тут даже визуально видно по ступенькам. Двадцать пять сантиметров. А здесь двадцать восемь с половиной. То есть на три с половиной сантиметра. Вот эта стойка утоплена сюда, а это сюда. А сверху она как бы идет ровно. Ну, там одна прямая эта балка идет ровно. И вот получится, что дверь перекошенная. Более того, вот эта стойка ниже на семь сантиметров, чем угловая с той стороны. И получается, что крыша там идет, например, ровно по отношению к кухне. А здесь, если смотреть оттуда, на крышу, тоже идет вот так ниже с перекосом. Вот так люди работают, друзья. Семь раз отмерь, один отрежь. А не один раз отмерь и один отрежь. Ну, в общем, сейчас буду варить. Начну снизу, потом вверх, а потом перемычку. Ну и дальше, наверное, будем делать тоже поликарбонат. И, возможно, снизу с железом. Ну, чтобы там, если где-то зашел, толкнул, там мешок какой-нибудь, занес или еще что-нибудь. Мало ли, может, где-то ногой там коснулся, чтобы поликарбонат не выбить. Чтобы было обычное оцинкованное железо. Кто там спрашивал в комментариях про Максика? Макс теперь до весны будет вот в таком состоянии, под одеялом. Он самостоятельно залазит под покрывало, когда ему надо. Ну, или на печке сидит, греется. Теперь, пока тепло не настанет, Макс будет в тряпочках жить. Хочу показать вам, как быть, если копыта не резать часто. Ну, скажем, хотя бы раз в два месяца, а лучше раз в месяц. Как будет, я хотела сказать. Да. Вот сейчас показываем на примере Дашки. Вот мы сейчас ей уже третий или второй раз обрезали. Вот ровно, видите-ка. Вот у нее сейчас все хорошо. Так, иди, все. Герда, иди ко мне. Вот так, вот с этой стороны давай, тут светлей. Вот, вот тоже обрезали. Оно, конечно, не прям идеально, но хорошо. И пойдем к Мартину, покажу. У нас Мартин самый запущенный в этом плане. То есть, когда мы его покупали, почему-то именно у него были запущенные копыта. И они были настолько запущенные. А ведь ему всего 7 месяцев было. То есть, нам писали, я, вот комментарий я читал. Мы типа подрезаем раз в год. Раз в год нельзя подрезать. Там вообще загнет. Пойдем сейчас к Мартину, покажем. Как минимум, ну раз в месяц, наверное, надо подрезать. Мы, когда его покупали, я обратил внимание, говорю продавцу, что это такое. Он говорит, ой, я, говорит, этому своему сотруднику сказал, он типа всем подрезал, а у этого была нога хромая. Ну там что-то он это, подвернул ногу. И типа, может быть, он это дело упустил. И упустил настолько, что мы до сих пор не можем выровнять ему копыта. Ну потому что много не отрежешь, а отрезать по чуть-чуть каждый раз, они у него уже загибаются. Получается, идем туда, в ту комнату. Идем к Мартину. Значит, снимаем, показываю. Он, конечно, вонючий, к нему лучше не прислоняться, но... Ну что такое? Мартин. Сейчас подождем чуть-чуть. Хорошо, что не мне в сапог. Все. Теперь смотрим. Видите? О! Вот это загнутое все. Вот как отросло, запущенное. Третий раз. Первый раз при покупке подрезали. Сам хозяин подрезал при мне. Второй раз где-то месяц назад мы резали. И сейчас. И уже оно запущено. Вот они загнутые. И он ходит, у него как бы он, ну, боком. Это как вот у женщин бывает, каблуки стерты неправильно. И как бы в сандале эти штиблеты спадают. Да? Вот у него так же. На передних лапах. Из-за этого он может очень криво ходить. Так же, вот с этой стороны. Вот тоже. Вот. И уже особо, ну, толком не подрежешь. Потому что сложно вообще резать. Режется. Сильнее не возьмешь. Тут уже как бы кость будет. И вот каждый раз мы по чуть-чуть ему подрезаем. Это вот ему было 7 месяцев и уже кривые. А если раз в год резать. Ну, я представляю, что там будет. Если у нас. Мы каждый месяц подрезаем. И они зарастают. И когти растут. И пятки. И заворачивается. Ну, у тех-то все хорошо. А вот у этого есть такая проблема. Поэтому, друзья, у кого козы. Я не говорю, что мы какие-то супер специалисты. Но такая вещь, она элементарная. Лучше чаще подрезать, чтобы потом не мучиться вот так с копытами. Да. Потому что он теперь стоит. У него как бы лапы как-то боком немножко переведнее. А это как бы не очень хорошо. Вот он вроде красивый. Продавали его задорого. А за лапами не уследили. И тоже наш косяк. Мы думали, ну ладно. Там в следующий раз подрежем. Все будет хорошо. Нифига не хорошо. Надо чаще просто подрезать, подрезать. Может быть когда-нибудь выровнится. Хотя он уже стоптал так, что и не выровнится. Я так думаю. Вот. Мартин. Что ж такое вонючка-то, а? Вонючка такую. Все, иди отсюда. Сейчас Бог меня грызть. Уходи. Брызгать он у тебя будет, а не грызть. Жданка, теперь твоя очередь. Копыта. Да. Теперь смотрим твои копыта. Тебе мы уже подрезали два или сколько? Один раз. Какой один? Два раза. Один. Один здесь, один у ворот. Стоим. Убери морду. Убери морду. А это было месяц назад всего лишь. Угу. Сейчас я возьму, схвачусь. Давай, держу. Секатор еще такой, он вроде острый. Да, надо купить ножницы специальные. Ты главное мне в руку не воткни. И себе тоже. Так. Надо помощнее и затупить концы, да? Да, чтобы не проткнуть. Есть специальные ножницы для обрезки копыт. Вот их надо купить где-то. Может заказать в интернете. Ну так-то вот мы и подрезали, и уже как бы проще, быстро, раз-раз и все. Просто тупо подрезал. А как у Мартина уже загнутый, там и форму-то особо уже и не вытянуть просто. Ну да. Поэтому он и ходит как, не знаю, как принц какой-то, передними этими лапами. У него походка, не как у всех. Так, ладно, съемку прекращаю, будем на другую сторону сейчас перерачивать. А сейчас мы едем тут недалеко от нас. Мы заказали свинины, уже брали у этого человека, это наш хороший знакомый. В общем, шею заказали и сало. 4 килограмма сала и шея вышла на 7 килограмм. По 330 рублей свинина и по 200 рублей сало. Не знаю, дорого или недорого. В том году, конечно, было, по-моему, сало по 150 рублей, да? Не помню я уже. Ну, короче, да, по-моему, по 150, но в этом уже так вот. Зато свининка обалденная. Парная. Да, 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 да. Вот он собрал заказы и сегодня ее заколол. И вот едем. И как раз, пока она парная, сегодня я буду красить дверь, заниматься дверью, продолжать. Потому что темнеет рано, я вчера ничего не успел. Только сварил. А Маргарита замаринует мясо. И мы сегодня, возможно, желательно, чтобы мы сегодня покушали шашлык. Да, может, шашлык сделать. Погода располагает, дождя уже нету, все. Ну, единственное, что плохо, у нас рано темнеет. И как бы пока замаринуешь, пока мангал разожжешь, это надо часа в 4 жарить, начинать. Ну, потому что там в 5, полшестого уже темно. Ну, мы сильно ее не будем мариновать, она свежая, хорошая. Вот летом хорошо, все дела сделал, вечерком шашлык пожарил уже, темнеет поздно. А сейчас уже вот особо так и не разгуляешься. Просто пока не заморозили, как раз вот самые темы замариновать. День короткий, нам надо 2 раза с козами гулять, утром и вечером, да? Сейчас мы выходим в 4 с ними, потому что темнеет уже все. В 5 уже вообще темно, в 2 класс. В 5 темно. В 5? Ну, в 5 уже темно, да. Ой, сейчас про шашлычок заговорил, у меня в животе прям забурлило. Прямо желудок к позвоночнику прилип. Так что сейчас покрашу, загрунтую дверь сначала, а потом выжду какое-то время и покрашу. И можно будет уже приступать, так сказать, к шашлычку. О, свежачок. Хорошая шея. Утром бегала. И сало, во. Сальца. Тоже мягкое, свежее. Мы, кстати, в том году брали. Ну, парень хороший, кормит правильно. Никакой химии. Более того, мы нашли еще, где будем брать молоко коровье. Сейчас попробовали, протестировали. Там все сдается, все там, анализы, все. И будем делать сыр, когда жданка сбавит. Ну, наверное, уже скоро, даже когда жданка пока еще молоко дает. Мы сейчас возьмем наши кастрюли на 9 литров. И мы возьмем сразу три трехлитровых банки. Попробуем первый раз делать из коровьего. Ну, так, для сравнения. И потом, наверное, будем брать регулярно, чтобы делать сыр. Сало лишнее надо срезать, да, чтобы не очень жирно было. Ну, да. А это пойдет, куда-нибудь, перетоплю на зажарку. У нас сейчас Маргарита режет мясо, разделывает. Потому что я пойду сейчас красить дверь. Ну, вообще, заниматься я не буду. А еще потому, что я разделаю так, как мне надо. О, как! Да. А не так, как Алик хочет. Так. Нам надо на шашлык. На шашлык, я думаю, без костей лучше. Да? Ну, на нашем мангале, да, чтобы это... Ну, поменьше кусочки, чтобы оно недолго жарилось. Да, да, а то угля мы не купили, а дровами там все-таки не то. А потом кость останется, ты ее порубишь. Угу. Пойдет на супчик. Да. Отлично. Ух, какое мяско. Свежачок! Это вам не там. Да. Еще теплое внутри лежит мясо. Главный топчик. Это мои штаны фирменные. В которых я кашу, рубаю курей. Для грязных работ. Да. Ну и, соответственно, покраска тоже в них происходит. Хотя я особо не красил, но вот сейчас буду красить. Все, застегиваемся. А, и самое главное-то. Поменять очки. Чтобы не замарать эти. Вот в этих я всегда крашу. Просто эти жалкие, я их когда-то за десятку брал, они титановые. Они такие гнутся. Хорошо. Вот раз. И не ломаются совсем. Оп. Все. И теперь мы берем грунт алкидный. Вот такой. Загрунтуем. Подождем, пока подсохнет. Перевернем на другую сторону. И потом молотковой краской, валиком, я еще покрашу дверь. И самое главное, что мы все-таки хотим не поликарбонат сотовый на дверь сделать. Потому что, когда подходишь к двери, надо видеть вообще, что там происходит. Может кто-то стоит за ней, да? Через сотовый там. Непонятно видно. Соседи стоят. Мы хотим монолитный поликарбонат. Ну, проще говоря, этот, арголит. Вот. Только где такой взять, вот тут в округе, мы не знаем. Наверняка есть в Армавире. Но хоть на этой машине, хоть на Ниве, два квадратных метра, лист мы бы не привезли. Ну, до Армавира гонять газельку. У нас просто есть знакомый, да? Мы его обычно всегда фрактуем. В Краснодаре есть. Ну, туда будет золотой поликарбонат. Может, кто из местных знает, где поблизости взять. В отрадные, может, где. Именно вот прозрачный поликарбонат. Нам всего надо два метра на эту дверь. Ну, попробуем сейчас. Я, значит, бензином промыл. Все вот это заводское масло смыл. Ржавчину, насколько мог, смыл. Но это по ржавчине. Конечно, сварщик из меня. Вот меня часто спрашивают. Алик, ты все умеешь? А что ты не умеешь? Я варить не умею, друзья. Вот сколько не смотрел разных каналов, да? Все там, теория, все хорошо. И сварщика в городе, и еще там кого-то. И оно все хорошо. Я все это знаю, понимаю. Блин, начинаешь варить, все равно все не так идет. Ну, главное, что я сварил. Правда, соплей навешивал. Кое-какие зашкурил. Ну, держится и держится, и хорошо. Все, начинаем, пробуем. Главное, чтобы краски эти пойти в грунтовки. В грунтовки? Ну, я надеюсь, баллончика хватит. Я так шибко не буду. Прям вот вообще там. Ну, по-моему, зачетно выглядит, да? Как считаешь? Нормально. Заодно фундамент немножко прокрашу. О! Хотел серый взять, светло-серый. Но потом думаю, у нас же будет темно-коричневая дверь. Серый где-то может просвечиваться. А вот этот красный, красно-коричневый. Альма, выйди отсюда. Нюхаешь, правильно? Она нюхает. Ходи. О! Этот все-таки так сильно просвечиваться не будет, правильно? Да. Ну вот, отлично. Вот такой свежачок. Маргарита уже не только нарезала мясо на шашлык. А уже тут, смотрю, и картошечку пожарила. Ох, вкусняшка! Ох, вкусняшка! С шеей мы разделались. Я обрезала. Ну вот они. Вот она, эта шея. Ну а я порубил. Я обрезала, да, Алик мне порубил. На кусочки. Ну, кусочки на борщ пойдут. А мясо, как поедим. Это с шеи. Остатки, обрезки, не знаю. Наверное, адамальми, ничего страшного. Я знаю, что собак не кормят свининой, но один раз можно. Эту собаку можно кормить всем. Один раз можно, ничего страшного. Даже сейчас производители супер премиум кормов, это вот типа Акана, они стали выпускать собачий корм со свининой. Поэтому тут спорный вопрос. Я его сейчас засолю, буду солить в контейнере. Часть я оставлю, ну как свежая, чтобы что-то можно было приготовить. И часть засолю. Вот такие смачные куски, да? Смачно. Ну, сейчас пересыплю соличкой, чесночок добавлю, перчик, и все будет у нас в ажуре, да? Угу, лаврушечку можно еще. А, лаврушку обязательно. Так, мне надо эти куски порезать. Вот так. Вот, и немножечко оставлю так, чтобы мало ли картошечки пожарить, там еще чего. Вот так. Кстати, в подвале картошка, там что, это, не пропадает? Она не пропадает, но она прорастает. Угу. Сколько там градусов? 16, наверное? Было, было. Сейчас уже меньше. Было 16. Да, кстати, друзья, я когда говорил про поликарбонат прозрачный, я сказал арголит, оргстекло, не арголит. А мы сейчас покушаем, наверное, и я продолжу с самым заниматься, потому что картошка уже готова со свининкой. Надо, чтобы она не остыла. Блин, такое слюни в отделении в желудке, ты не представляешь. Перекус по-деревенски. Это свои помидоры. Друзья, отгадайте, чего здесь не хватает? Вот, к этому застолью. А я вам скажу, рюмки самогона. Но так как мы с Маргаритой люди не пьющие, тем более сейчас день, днем, это вообще пить, это, не знаю, скотство, я так считаю. И у нас столько дел, поэтому если и будет рюмка, то она будет перед сном. А нам приятного аппетита. Смотрим, что за цвет. О, молотковая. Хороший цвет. Так вот, перламутровый. Ну, как у нас, все на весе. Сейчас попробуем. Чтоб, не знаю, успеет она высохнуть до вечера, надо будет ее убрать. А сколько она сохнет там на банке? Ой, долго читать. Ну, короче, не очень долго, но это если ее распылять, а если валиком, то, наверное... Ну, сейчас до темноты осталось часа два. Вторую сторону перевернуть я, наверное, просто не успею. Вот так, чтобы попробовать. О, шоколадка. Ну, и по-любому надо будет два слоя делать, потому что один слой, видишь, просвечивается. Маловато. Ну, а так ничего, да? Тебе нравится цвет? Вот так, друзья, прошли наши три дня в этом ролике. Все. Всем удачи. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok